Девятка ТВ Но для всех участников свои личные победы уже свершились Проект, конечно же, был классный Он и есть классный достаточно Я научился писать сценарии Примерно понял, как это все дело работает В общем, эти знания обязательно 100% пригодятся И это классно Ну, вообще, если так вспоминать С первого последнего дня, это как, я не знаю, отдельная маленькая жизнь Как смена в лагере Сейчас, кстати, очень грустно, потому что лагерь закончился Все разъезжаются, да И некоторые ребята, может быть, даже не местные Но я сейчас лагерь не имею в виду И мы будем ли общаться, вопрос Так что немножечко, чуть-чуть есть грусть у меня, да Раз со мной это происходит, значит, так и должно быть И это классно Я благодарю всех за то, что я уже не та, которая пришла на проект Наверное, я понял, что такое телевизор По факту, по-настоящему У меня было другое представление, что это чуть полегче Вот, и, ну, в общем, за этот путь я понял, что такое телек Что такое вот процесс съемки, подготовка, сюжет, написание сюжетов Даже если я не окружусь победителем Я думаю, что мои проекты, мои идеи достойны быть на Девятке ТВ Участники уже в студии Сегодня они в последний раз предстанут перед членами жюри Напомню, они презентуют свои итоговые работы Темы, которых выбирали самостоятельно, а значит, и за содержание будут отвечать сами Начался совет жюри сразу с неожиданных заявлений Хочу сказать огромное спасибо всем, кто здесь находится За этот бесценный опыт Я не знаю, где бы я его еще получил Было ожидание одно по поводу телевизора По поводу работы здесь По факту, я понял, что это такое на самом деле Наверное, все-таки телевизор – это не то, что я хочу на самом деле Обработать надо Может быть, не то, что сложно Как-то я не вижу в этом интереса большого Ну, может, просто не мое Доклад Андрея был посвящен планам городской администрации На празднование предстоящего юбилея города Даже если смотреть его без звука, ясно, что наш герой растерян Слабая подготовка дала слабый результат За несколько часов до съемки он написал, что он ничего не подготовил Можно я поменяю тему Он нашел какую-то просто одну статью, видимо, в интернете И больше ничего не копнул Они еще готовят свои предложения для правительства Как будем праздновать этот праздник То есть это даже еще не окончательно Какие мероприятия будут, тоже пока неизвестно Это все, что известно на сегодняшний день? На сегодняшний день это все, что известно мне Спасибо, Андрей, мы продолжаем На самом деле не все так плохо, как оказалось Понятно, что Андрей не подготовился Артем просто очень добрый человек Нет, я очень объективный человек, прежде всего Мне больше добавляет другая история О том, что ты сам для себя сделал вывод, что это не твое Ты, я так понимаю, занимаешься строительством? Это не то, чем бы я хотел дальше заниматься Пока что это просто приносит деньги Тебе сколько лет? Двадцать Двадцать Ну, в принципе, есть еще время подумать на самом деле Здесь даже дело не в возрасте Потому что я знаю 18-летних на порядок более ответственных Чем 40-летние А ему 20 То есть это уже все-таки сложившийся человек Поэтому я думаю, что Андрей это Ну, Андрей не совсем он наш Меня очень расстроил, там, Андрей Потому что при всех своих внешних данных Он не почувствовал Он не почувствовал, что это его Ну, такое тоже бывает, это нормально Главное дать человеку шанс А как он воспользуется, это уже его личное дело Тебя, Наталья, подтянула за то, что ты не знаешь, чем заниматься в жизни Да Было ли обидно это слушать или? Это было очень ценно от нее это слушать Я теперь понимаю, ну, я раньше, конечно, понимал И всегда это понимаю Но сейчас я задумаюсь еще серьезней над этим В общем, все почему-то говорят о том, что ты ищешь себя Как в каком-то как будто бы негативном ключе Да, типа, искать себя лучше, чем искать себя Мне кажется, наоборот, нужно сказать Молодец Спасибо, брат Дорогу от Силиса Бащи Следующим к микрофону вышел Саша Шипин Я не видел итоговую версию, что это был псевдопрямой эфир Это было без монтажа, это было вообще с первого дубля снято Вот, я опоздал немного на съемку По-моему, получилось живо вот как раз те съемки, которые... Вообще-то, знаешь, это мое Вот эти съемки, которые без подготовки Которые вот здесь и сейчас сходу врываешься Люди такие тебе дают какую-то энергию, эмоцию Они репетировали 27 дней и потом сняли что-то Лучше сейчас на тройку, чем никогда на пять Вот это, наверное, моя позиция А ты понимаешь, что если это была бы реальная съемка, я бы просто не было бы? Да, я, кстати, работаю над этим Я вообще... Срок уменьшился, обозначил Я не серьезно Вообще, очень сильно меня перевернули Я на этой неделе иду к психологу И я, мы, с Андреем, я разработал теорию, что... Ну, и ты спер, что, возможно, нам нужно заняться экстремальными видами спорта Потому что недостаток адреналин в нашей жизни Он как бы нивелирует наши успехи иногда, да И нам нужно как-то это заимствовать еще где-то, чтобы уж на телек-то приходить Так Приходить в обрезке Просто, да, мысль ушла, я уже забил на эту фразу, если честно В своем сюжете Саша решил не поднимать привычные новостные темы О которых говорил на протяжении всей битвы А решил пристроить потерянного пса Удивительно, но тема беспризорности в Сашиной подаче Даже вызывала у жюри смех Немного про Мартина, сколько ему и мальчик? Да, это мальчик Ему примерно год и восемь Мальчик не кастрирован В данный момент он прошел лечение У него была небольшая проблемка с глазиком Вот я уже победил, мне кажется Потому что само у себя такая пришла мысль Потому что надо было на собой поработать В некоторых там направлениях Вот я понял, что очень разносторонняя эта работа Она очень многие разные сферы затрагивает Это интересно мне Вот, так что я думаю, все будет здорово Мне все равно нравится Саша Шрипин И то, как он ведет себя в кадре У него очень хорошо с импровизацией Это был первый дубль Это была одна попытка И он с этим, в принципе, справился Мне, например, до сих пор непонятен твой формат То есть ты говоришь об одном А делаешь ты совершенно другое И, условно говоря, если ты потом приходишь к нам на работу Я до сих пор не понимаю, чем ты бы мог заниматься у нас До всем До всем, да Спасибо, Артем Потому что любой журналист Он, как мы уже обсуждали это Должен уметь заниматься всем Я бы эту тему еще развернул То есть мне тема с собаками нравится То есть я не считаю, что это что-то не острое Это на самом деле острая очень история И сейчас эта история очень серьезно разворачивается Потому что вот в связи с пандемией Очень многие люди, к сожалению, не в состоянии содержать собак И они не находят ничего более умного Чем просто выгонять их на улицу И поэтому я считаю, что тут можно было еще более социализировать всю эту историю Я от себя остроты хотела еще Вот, сделать расследование Подождите, давайте все-таки мы поймем, что в данном формате Это было бы невозможно Все-таки это прямое включение А он ведь только сам выбрать формат Это мы говорим про сюжет, да То есть вот то, о чем Можно было не сюжет, а можно было подводку сделать То есть можно было сделать Формат он просто социализировать Потому что я бы в этой теме подумал бы о чем О том, что бездомные собаки кусают людей Такие случаи тоже есть Есть смертельные исходы Но это, конечно, формат более такой расширенный Даже не сюжет, а может быть специального репортажа То есть тема классная, но формат у тебя получился очень мягкий И не такой интересный, и не такой глубокий, какой бы мог быть Она плохо отвечала Тоже, кстати, так-то мой косяк Потому что я же могу заранее подготовить человека И так вот темы какие-то теги накидать Ну а как ты подготовишь, если ты сам опоздал? Дисциплина – это самое простое, что мы здесь делаем Все остальное гораздо сложнее А вы, получается, ну что ты, что Андрей Вы как раз-таки, вас подвела дисциплина Наругала, короче, что-то вообще А ты молодец Следующим к жюри вышел Ваня Как всегда, без интриги не обошлось У нас какая была ситуация, что Ваня снимал сюжет раньше всех остальных Потому что он уезжал Да, у меня был самолет И у нас был такой момент, что если Ваня не сможет, например, снять раньше Он сказал, что я могу свое место отдать кому-то другому Потому что я не жопошник Ну нет, тут ведь вопрос каких-то там приоритетов и интересов Вот То есть ты хотел свое место отдать кому-то другому? Ну просто Вот я спрашиваю, а оно тебе надо? Ну так причина-то в чем отдать свое место? Не потому, что мне это не надо и не нужно А потому, что если я не успеваю и буду делать какашку Так зачем тогда вообще делать? В этом же прикол-то Вот, и проще тогда лучше дать кому-то другому шанс Нежели просто, ну, делать хрень какую-то Так телевидение – это вообще твое? Как ты понял? Ну, мне интересно Смотри, просто, например, аналогичная ситуация была у Оксаны Она мне сразу сказала, что я, например, да, я никуда не еду Я буду сниматься и делать, ну, вот, по графику Она не сказала, что я отдам свое место кому-то другому и уеду А ты уехал Получается, что, ну, мы же дали тебе шанс Что мы переставили съемки на несколько дней раньше, чем остальным То есть мы под тебя подстроились Спасибо вам большое, это классно А как дальше? Если ты, например, сегодня выиграешь, что у тебя будет в приоритете? Телеканал или что-то другое? Ну, типа, если я буду работать, и это будет работа, то, ну, работа есть работа Тут, ну, это же ответственность и все такое Давайте смотреть Меня Ваня удовлетворил ответ Всем привет, меня зовут Иван, и это рубрика «Ваня пробует» И сегодня мы пробуем музыку Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался, чтобы подарить своей второй половинке кольцо Та, слишком банально Цветы Тем более А куда она упала? Один из оригинальных и классных подарков будет музыкальный подарок Допустим, сделанный из звуков места, где у вас было первое свидание Допустим, у меня первое свидание было на театральной площади Я предлагаю нам все вместе записать звуки этого места Пойдет Здравствуйте, а не могли бы вы нам поделиться, пожалуйста? Помните ли вы свое первое свидание? Ну, помню А можете сказать, вот самое-самое первое свидание? Сколько вам лет было, когда у вас было самое первое свидание? Ну, я уж не помню В общем, судите сами, как получилось, хорошо или плохо Но я считаю, что главное – это внимание Ну, помню Ну, я уж не помню Хорошо, проснул Ну, помню Ну, я уж не помню Ага, все такое Ну, помню Ну, я уж не помню Вы увидели рыбу Вот, там другой немного финал песни Там про забор обязательно было в песне Вот, то, что они сидели на заборе подышать людей Там прям драма целая в треке В общем Так происходит обычно, когда не отсматриваешь итоговый Да А это можно было бы сделать и дистанционно попросить, чтобы тебе файл скинули Такие нежданчики все получают Нерадивые журналисты Вышло, как вышло, получается И мне было весело Идея-то классная, на самом деле Очень классная И меня впечатлила в конце Вот эта композиция Звуки города Комментарии прохожих Думаю, что это очень классная идея Но, конечно, это все сыро Это несложная была задача Это не мешало тебе сделать дистанционно И мы хотим понять Это твое такое отношение к работе Прохладное Или что это? Можно я за Ваню заступлюсь? Вы его тут сам в начало Просто это Чего вы его терроризируете? Человек первый раз делал сюжет Все делали впервые Понятно Но мы остальных еще не видели Мы видели остальных в начале Вот Сейчас остальных посмотрим в конце Я хочу сказать Идея офигенная Идея офигенная И даже там есть какая-то у тебя структура Но ее чуть-чуть не хватает Переживалась за Ваню сюжет Но в итоге, как мы и планировали Что трек получился не таким классным И внутри оказалось много воды Система просто классная Она, можно сказать, вытягивает вообще все, что можно Давайте следующий гость Доволен тем, что получилось Я, наверное, рассказал то, о чем хотел сказать Опять в игрушки свои играешь Только время зря тратишь Как часто вы слышите подобные вопросы? Сегодня мы расскажем вам, что такое киберспорт И как отвечать на вопросы в стиле Опять в свои игрушки играешь Ага, спортсменом Пошли лучше погуляем В фонт преслами влазишь Стать профессиональным спортсменом Не вставая из-за компьютера Буквально 10-15 лет назад Это сказалось невозможным А к тем, кто пытался заняться киберспортом всерьез Относились снисходительно Киберспорт в России признан официально И теперь это не просто в игрушки играть Есть такие турниры Призовой фонд которых составляет Около 20 миллионов долларов Для сравнения Призовой фонд одного из крупнейших теннисных турниров Australian Open составляет 30 миллионов долларов Привет Привет Скажи, пожалуйста, есть ли у нас в Кирилле Какие-то киберспортивные команды И добиваются ли они успехов? Да, есть В частности, мои друзья, знакомые В прошлом году собрались Создали команду Тренировались И подали заявку на киберспортивный турнир в Китае А вообще Выступать на турнирах можно с 14 лет Ну что ж А в следующем выпуске Мы с вами познакомимся с большими кибердисциплинами Варианты которых вы можете предлагать в соцсетях Девятка ТВ И помните, что это всего лишь игра Ладно, уговорил Пошли тебе нормальный комп купим Будем из тебя спортсмена делать Мне в целом понравилось Но мне хотелось чуть более развить эту тему В плане того, кто сколько зарабатывает Потому что если ты хочешь людей замотивировать играть Нужно показать Я просто немножко знаю эту историю Нужно показывать игроков, ведущих И говорить, какой у них доход Вообще годовой Это было, это было в изначальном сценарии Там был не такой большой, ну не ближайший вставочный секунд Зря, зря ты выкинул Нужно вообще не хватило сюжета Как будто бы, да Как будто бы он оборвался Такое ощущение Я вот еще Я только начала смотреть Только начала вникать в эту тему И мне чуть-чуть не хватило То есть он получился немножко Хотелось бы играть, пойти, да? Я, да А если ты узнал, сколько они зарабатывают Я просто человек, который никогда не играет в компьютерные игры Сейчас по сегодняшнему сюжету Мне стало совершенно очевидно Что это тема, которая может получить большое развитие И что Костя способен это сделать То есть мне стало это совершенно понятно Но надо работать над подачей То есть тебе нужно быть более динамичным Это же спорт, это же азарт То есть тебе надо как уткин Ты как губерниев нужен подачу Я пока вот за кадром И в кадре классно смотришься и говоришь Но за кадром пока ты как боишься еще начитываться И нужно больше энергетики для этого Уткина, возьми Уткина Надо губернию брать И теперь Россия! Вот это что? Не, ну не надо копировать никого Но это просто пример, да, энергетики Костя замечательный молодой человек Он исключительный, на мой взгляд Я представляю, какой смелости ему стоило прийти сюда И все вот это вот делать, то, что он здесь делал Это было весьма интересно Он был очень интересный персонаж вообще этого шоу Оксана, чего ты ждешь от своего сюжета? Все ли у тебя получилось? Я свой сюжет делала на свою тему Детей, мам и детство вообще Я взяла музыку своих друзей И меня это просто пробивало сутки Потому что это ребята, которые написали И сейчас это пришло ко мне Я очень счастлива Я все время плачу Я просто очень эмоциональный человек Я все принимаю близко к сердцу Мы все такие эмоциональные То есть если посмотреть на наш совет Именно во время выступления Оксаны Мы все сидели со слезами на глазах У нас все такие, как Оксана Может быть, поэтому она нам так нравится И поэтому она так вписывается в нашу команду Но Оксана с самого начала Она ко всему к этому относилась серьезно Причем она в это вкладывала свою душу Вот как раз таки она, получается, оголялась Она оголяла все струны своей души Поэтому она и плачет Поэтому плачем мы, судьи Потому что, ну, вот это вот видно Это правда идет из души, изнутри Давай Если вы до сих пор думаете о том, что пакеты моют только бабушки Вы ошибаетесь Тема сортировки мусора Уверенными шагами идет по нашей планете Ежегодно каждый россиянин Производит около 400 килограмм мусора Который вывозится на полигоны Где гниет, закресняет землю и океаны Разрушает экосистемы Сортировка позволяет превратить его в ресурс Делать вещи или энергию И уменьшить количество свалок Среди которых жить нашим детям Во многих домах нашего города Стоят специальные урны Для сдачи бумаги на переработку Туда мы все и отправим Остальное вторсырье мы понесем в пункт сдачи По дороге мы встречаем киоск На котором висит ящик для сбора батареек Это очень удобно и есть в каждом районе Пластик, стекло и железо мы сдадим в пункт приема И даже получим за это денежку На которую потом купим вкусную конфету Таким образом мы вам доказали Что сортировать мусор сможет даже трехлетний ребенок Время, затраченное на это, не так уж и велико Несмотря на то, какой бесценный вклад Вы вносите в экологию нашей планеты Оксана, это великолепно Это великолепно Здесь Ну, ты готовилась То есть ты готовилась Ты отнеслась к этому со всей душой И это просто, ну нет слов Почему это круто? Потому что ты через своего малыша Учишь всех остальных То есть твоя вот эта вот Подача добрая, да Она оправдывается тем, что там у тебя в кадре малыш И ты вроде как не совсем ведущая От которого требуют определенных каких-то сильных очень навыков Там дикторских и так далее То есть ты мама прежде всего Фактически ты сейчас можешь стать примером для очень многих мам Таких же, вот как ты, да, с детьми маленькими Которые просто могут взять для себя вот этот, вот этот, весь твой образ жизни Который, ну, без сомнения Вызывает восхищение Ну, это чума просто Это победитель, можно? Она победит в нашем Петербурге Я серьезно Мы решили Меня тройкает, это очень Это круто Спасибо вам за историю мамочки Которая решила стать вот такой Если она что-то может сделать То это нужно делать Делать вещи Мы смотрели наши сюжеты А судьи реагировали И реагировали на это все дело Сейчас они решают, кто самый классный сюжет сделал И потом нам расскажут Да, нет, я хочу поговорить про Оксану, братан Короче, она сделала офигенный сюжет Его берут сразу в эфир И это очевидно было вообще еще на середине его И это просто, не знаю, не хватит всех букв, всех алфавитов мира Чтобы сказать, насколько это круто Это серьезно Я надеюсь и верю всей душой, что Оксана победит И это вообще достойнейший человек Предлагаю сейчас пойти от конца Да Кто точно нет? Артем, давайте Слушайте, точно нет вот Я это неожиданно Ну ладно, Артем А я предлагаю побороться с ним В этот раз мы оценивали Вот потому, что мы увидели То есть мы не вспоминали особо какие-то были заслуги Не анализировали, кто чей любимчик Мы смотрели на то, что получилось именно на этом этапе И думали о том, а что же с этим делать дальше Два неплохих... Да, я тоже согласна У нас не было запланированного сценария Понятно, что есть какие-то фавориты, любимчики Но вот у меня были одни любимчики Да, потом они сильно очень сдали И в этом заключается суть проекта Что мы не знаем, что будет дальше И в этом главный интерес И когда мы увидели эти работы Мы поняли, что действительно у нас есть две работы Которые идентичны по вовлеченности их авторов В свой продукт Нет-нет-нет, давайте Один победитель Можно я в них? На этот раз жюри были единодушны Единственное, что вызвало, может быть, споры какие-то небольшие Это то, будет один победитель или двое У нас победитель один все-таки получился Да, победитель один Мы готовы подписать с нами трудовой договор Наверное, я больше придерживаюсь классического варианта Когда победитель один А второй просто большой молодец Больше, чем все остальные Но у нас же шоу Оксана готова подписать? Не знаю Победители были очевидные А проигравшие были очевидные Вот, поэтому Ну, когда у вас пять человек Все проще на порядок Чем когда эхо двадцать Если мы с вами подписываем То мы должны и с Костей подписать Как бы ни говорили члены жюри Но это решение им все-таки далось очень непросто Но и вам, и нашим участникам Уже не терпится узнать результат Эфир готов? Вы все молодцы Я разрешу ситуацию сейчас Ну, правда, вы все молодцы Вот И я начну Андрей, спасибо, что был с нами Спасибо, что пробовал себя Мы надеемся, что дальше у тебя Все обязательно получится В той сфере, которую ты для себя выберешь Андрей, тебе подарок От генерального партнера нашего проекта Компанию RollHim Спасибо огромное Поздравляем тебя Желаю тебе новых побед Спасибо, спасибо Жалко, что все-таки Немножко тебе не хватило Ты не победил Но ты очень крутой Я за тебя болела с самого кастинга Я давала тебе шанс Немножко подвела все-таки твоя безответственность Но мое предложение о стажировке остается в силе Спасибо Я предложила ему стажировку Чтобы он поездил Поснимал новостные сюжеты Чтобы он попытался Написать что-то сам Не так вот в прямом эфире Я надеюсь, что он придет Не знаю Я до сих пор не поняла Это все-таки была проектная история Что он делал вид, что ему это нужно Ради проекта Чтобы продвинуться Либо он действительно в этом заинтересован Я пока до сих пор этого не понимаю Но я надеюсь, что он придет Часы надеялись для него Часы С курантами Чтобы били И шокеры Сколько один над тобой могут уже прикалываться Саша Справляйся Все, хватит Я человек, как всем Который плюсы Так что есть точка роста Это круто Странно было бы себе не было Я такой думаю А чем мне делать дальше, ребят? Я идеален Туда отправляться Так что круто Есть На чем поработать Спасибо Я прямо сейчас в счастье в стол Костя Салтанов Ты самый замечательный и заметный мужчина этого проекта Понял Ты сделал очень много всего интересного за время пребывания на проекте На сегодня ты не победитель, но в любом случае ты нам нужен И я думаю, что мы продолжим работать с тобой Добро пожаловать Добро пожаловать Можно я для себя уточню Это Я задам просто Без прикрас Это приглашение на работу? Да, Костя Это предложение о работе Конечно, Костя хочет работать Костя хочет делать эту рубрику Просто Это работа проектная Костямба Костямба вышел Небольшое недоумение в глазах Если делать сюжет Ожидая какой-то Ну, ожидая похвалу какую-то Да, ожидая, что там Я это делаю для того, чтобы победить То тогда лучше этого не делать Потому что, ну, здесь я считаю, что теряется душа Лучше Сделать с душой Как это сделал я И Скажем так, не выиграть Я не считаю, что я проиграл И я, скажем, не выиграл Назовем это так Но я То, что я хотел сказать в своем ролике, в своем сюжете Я это сказал Все не ожидали, да? Я вот не ожидал тоже, да Я думал, тут Оксана вот с этим молодым человеком останется, конечно Итак, Ваня Это всегда я Про Ваню всегда говорю я У тебя такой сложный характер, Вань Ты не подарок, ты это понимаешь, да? Вот И Чтобы такой не подарок взять на работу Это большое мужество нужно Вот это мужество у нас есть Ух ты Да И Мы тебя берем Не потому что Ну, давайте называть вещи своими именами Не потому что у тебя нет ноги Мы тебя берем на работу Потому что в тебе есть жизнь Как сказали уже То, что у меня особенность Вот Мне очень хочется верить, что меня берут не из-за нее Что я на самом деле что-то из себя представляю Ты нам нужен такой, как ты есть Вот Я, конечно, чувствую, что мы с тобой еще не хлебаемся И не раз, и не два Мы пожалеем о том, что мы сегодня сделали такой выбор Вот Но Это наше решение осознанное Это того стоит Да, это того стоит В общем, Вань Пестерников Ты победитель Спасибо У Вани свое особое видение Которого нет ни у кого У него есть какие-то свои фишечки И свои умения У которых нет ни Оксаны Ни у Кости Ни у Саши Ни у Андрея Ни у кого Вот он такой Да, Ваня, это твой заслуженный приз Ух ты Но помимо приза Да Там можно еще посмотреть что-то Помимо приза, Вань, еще Ты же принят на работу Я уверен Я считаю, что я не выиграл в этом проекте Потому что, ну, у меня все было сырое Я все делал на пол ноги Оксана, ты же понимаешь, что двух победителей в проекте не может быть Но В нашем проекте два победителя И ты в том числе У нас для тебя тоже есть подарок Как единственной девушке Финалистке нашего проекта Для тебя Подарок от компании «Уралхин» Спасибо вам большое Это Серьезно? Нет Почему я не участвовал в этом шоу? Я не понимаю Серьезно? Блин, я опять сейчас реветрую Это же планшет Да, как я понимаю Экран, процессор, память Это планшет Да Я прям не знаю, как другие подарки смотреть Лампа О, класс Ежедневник О, зарядка Термостакан Я буду скучать по битве за эфир Я буду скучать по ребятам Я буду скучать по этому ощущению соревнования Я думаю, что мы очень недолго сейчас без реалити будем То есть, ну, зная себя и зная свою команду уже Я думаю, что мы, ну, очень-очень скоро запустим следующий проект Вот подобного рода А я же вам говорила, что битва за эфир не закончится Как здорово, что со многими участниками вы увидитесь уже в эфире А я встречу их на соседних рабочих местах Пока Субтитры сделал DimaTorzok